когда-то вы славились своими прогнозами вообще мы с тобой выберем режим разговора или мы в режиме легкой фронта будем говорить или я должен говорить как перед прокурором вышинским сказать правильно ваша любимая караулов это вышинский вы еще кто-то сейчас став его к этому буду склонять есть был такой великий философ пророк заратушках ты знаешь его так говорил заратустра да это я о нем добыл документы ватиканы в подвале а зарату что они уже о нем говорили вы не могли быть быть в эти в подвалах ватиканы ночью и перепутали вы рассекречивали архивы цккпс я тебе разу свое был в подвалах ватикана потому что ватикан обратился к нам с просьбой вернуть им документы который писал компартия италии компартия свое время потому что боялись что фашизм там это на предмет того что ватикан это какой же был год когда ватикан прислал документы при альдамора было по моему нет или раньше нет это это компартия прислала сюда документы а ватикан причем она на ватикан причем до компартия добыла документы на ватикан сотрудничество гитлером это известно там пи вообще крестовый поход папа пи провозглашал против ссср гитлера богу вообще оба не боялись что мы будем это обнародовать и они попросили приехал сюда один из кардинал сам кардинал человек 200 у них правление как у нас сейчас в администрации президента на сравнение приехал кардинал и говоришь вот мы попросили мы знаем что эти документы компартии италии у вас вы мы знаем что вы вы вернули деньги компартии а вернее документы компартии франции компартии израиле там и так далее это за меня не возвращались но я сельцы кельцину пришел и вот такое то дело он говорит а как вы допустите лежат не будем сейчас об этом говорить но почему все должны раздавать ну и в общем короче мы сказали что мы не отдадим но мы не будем печатать но я не будем печатать их с одним условием если вы меня пустите в библиотеку подвала ватикана и в этом заратустру нашли какие-то я там много нашел чего а чего нашли там я нашел там историю иисуса христа до этого говорили я нашел там историю кто мы такие откуда мы тогда и так далее тогда и ватикан был создан когда придумали иисуса христа сына божьим он же не был никогда сына божьим но не богохульствуйте михао не богохульствуйте пожалуйста он был обычный человек нормальный талантливый человек вместе кстати с этим понтием пилатом боролся против первосвященников которые деньги воровали забирали в иерусалиме в ней воды не было ни канализации воняло там все прочее и иисус христос ребят собрал его из подвалов они выбирали это вытягивали золото давали чтобы строить водопровод там так далее понти пилат это его поддерживал против против них выступал а распел ты его распел его кто тогда подожди против них выступал легат который римский легат сидел в сирии он брал взятки у первосвященников и поэтому давил на понти пилата но когда иисус христос он же в 12 лет ушел в индию когда его хотели женить и там изучил санскрит и там через санскрит изучил веды документы все эти когда он понял что есть мир когда он понял что туда детали и летают на наши земляне и когда он называл сцену божием потому что он хотел из себя что-то строить он читал веду а веды допустим санте 5 там написано я и бог одно ибо я не тварь божья а его сын я и бог теку не текуя река текущая бесконечность и покуда есть я да то ли будет и бог вот на основании этой санте как раз наш великий философ кант вывел импирать императив канта это к императива это категорический императив канта бог во мне надо мной звездное небо во мне нравственный закон и это как раз иисус христос не проповедовал что мы не твари божьи не рабы мы дети родители и я сын божий вот он брал оттуда а они говорили по тип попы что а вот себя делает сыном он тварь божий там раб там так далее так далее и он лечил а кто написал историю иисуса который ватикан в подвалах спрятал там там много писал там причем на разных языках кстати да очень похожие тексты по выводам по мысли но потому что если так было ну да он так делали и он когда когда он умер а он уже умер его не повесили не это не распяли его не дал распять этот понти пилат они схитрили и потащили его туда вот на наверх потом не пустили он выставил этих легионеров около горы голгофы потом его сняли с креста и он уехал ушел в индию и его похоронили кстати он похоронен в кашмире и женой вместе своей и там же с дочкой похоронена мать у нее похоронена поскольку она нет не еврейка она на ту говоришь на турчатка на самом деле она и гуи гурка она похоронена гурсинзианском районе китая так вот когда он ушел но о нем слова шла по миру он ведь и он даже вылечил племянницу императора римского тогда болезнь была вот это когда пальцы отваливаясь проказа проказа страшная болезнь он учил этими открывал чакры 7 чакр и мантрами лечил не было телефона телеграфа да они не могли перезвонить это молва эту молвую ухватил император константин римский император не время сидел очень умный человек и решила давайте из него сделано божием и они собрали 335 году 325 году собор вселенский собор в никее турецком городе и там проголосовали за то что он и считать его сыном божием и в 326 же году через год был создан ватикан представляешь как они хитро все это делали для чего а для того потому что разрастался мир народу становилось больше управлять надо управлять трудно стало управлять а ведь это была одна только религия и еврейская а надо было создать еще другую религию это как секта была у еврейской иудейской религии это снег то самое и даже сначала дали ветхий завет этой религии тор тора да и тара и называют это же ветхий завет это книга дьявола ты сам знаешь да и сделали его сына божьим а 431 году приняли решение эту мариам считать богоматери с перевесом в один голос голосование два голоса вернее голосование было и вот ну тысячи писем чтоб полторанин снова спустился библиотеку ватикана и рассказал всей стране нашей стране чтобы ты библиотеки есть после той истории христа о которой вы говорили месяца два назад и у нас с вами более 800 тысяч просмотров не считая репостов цитат которые разлетелись по всяким тик током мы не мешаем это все делать пожалуйста пусть берут и хотя многие говорили что полтора ним все врет на каком языке он читал книги в библиотеке ватикана кто его туда пустил даже в ранге первого вице-премьера он же не ельцин не патриарх всея руси то есть вой вот на самом деле вы на каком языке сирии там иврит там санскрит там наши славянские языки это руны тогда и там язык есть греческий но самое главное при самых таких серьезных документов там есть подстрочники под каждым документом ты знаешь такой подстройки догадываюсь подсрочники на ну как при переводе стихов до на итальянском языке на не один язык приходится читать думал по-русски сделали подстрочник нет там они готовы под строчки лежат у них потом есть человек со мной который там же живет в италии а т.п.н. он знает прекрасно представитель агентства печати новости а то что пустили не пустили это бы они хоть дьявола пустили потому что тут такие мешки кожаные с документами показано как они с гитлером заигрывали как они вместе католическая церковь до ватикан как они делили эти деньги которые как золото деление которые зубы вырывали из зубов евреев там и так далее как они не пустят это когда папа пи какой-то провозгласил крестовый поход против ссср или позже уже а нет это позже наверно было революцию папа у них производитель превозглашали крестовые походы постоянно один поход я тебе скажу который прогласили 1212 году детский поход крестовой 30 тысяч человек насобирали французов и немцев папа причем руководил и притащили их на берег моря под подгон подогнали корабли даже подключили купцов там и так далее и и привезли в алжир притащили а в алжире их уже ждали работорговцы папа продал их детей всех их растащили работорговцы продали в рабство вот чем ватикан занимался да а вообще в ватикана была какая задача когда они вытащили историю иисуса христа что он якобы бог и что все это было тоже я говорю что триста двадцать пятом году после вселенского никейского собора а в 326 году был создан ватикан и после этого началось уничтожение библиотек уничтожение крик вот уничтожение людей вот и нужно было историю которая который жила земля уничтожить зачем а потому что приходит новая эпоха новая цивилизация нового тигана новый до новые хозяева и нужно править миром что вот даже смотри сам иисус христос он ведь не знал что там будет рай от на том свете он когда с монахами непала ходил вокруг горы кайлас они монахи ходили это 52 километра вокруг пойти чтобы твоя душа попала потом хорошее тело и он тоже проходим три круга сделал этого он же об этом никогда не думал поэтому все тогда занимались реинкарнации и нужно было за это заново построить всю эту историю и когда уничтожали книги у нас даже в этот причем здесь скажем вопрос причем здесь ватикан и россия да раньше россия не не относилась к западу никак а когда петр первый пришел это приехал оттуда из запада он притащил эту идею ватикана сделать россию не православное христианство то западное и все книги две книги стали жечь до великих великая книжная гарь первая при его отца алексея михайловича и великая книжная гарь при петре первым когда все книги избирали забирали все рукописи на вазах возили на площади сжигали даже гусли отбирали у людей которые с густями ходили рассказывали историю руси это барсаев костер если эти наши кости русские люди старцы не отдавали их вместе с густями бросали костер из комарухов запретили комару его ализа и самое главное при когда пришел михаил царь романов то у него отец был федор это бывший будущий филарет патриарх сначала ростовский а потом московский да то он создал этот филарет создал правильный по россии правильный правит все летописи все документы вот этих правильных люди сидели все переписывали для чего не было истории потому что петр первый украл пять с половиной тысяч лет у нас истории у нас было вот сейчас допустим шел бы семь тысяч семь тысяч так семьсот двадцать второй год да наступил лучше вот такой а пять с половиной тысячи лет убрали и пошло от христа от рождения христа а ведь это же пять с половиной тысяч лет украдены начиналось от чего от сотворения мира в звездном храме это сотворение мира в звездном храме это подписание соглашения о перемирии с китайцами мы победили китай мы их заставили построить эту стену великую китайскую потому что туда же все бойницы шли мы их отгородили отгородили поэтому назвали китай китай это огороженная у них другое название мы заставили этих пленных китайцев сделать великую заводскую стену расстояние 2400 километров от астрахани до пельми вдоль волны чтобы отгородиться от московии это велика тарталия была и там же ватикане есть написано откуда мы появились 600 тысяч лет назад несколько групп летательных аппаратов больших огромных прилетели и колонизировали северную часть земной земли южную часть мы мы не берем потому что там написано что там уже жили черные какие-то там да вот как у которых код h1 а вот у нас сейчас с тобой код h1 а да а в других h1b это с одной из сириуса другие с ориона созвездия вот мы с тобой не голубоглаз ты голубоглазый да конечно с ориона а я сириус и зеленоглазые там есть планеты системы и так по моему же получает что прилетели инопланетяне и населили населили планету 600 тысяч лет назад потому что там был была война вот почему я не спасались так от войны ну конечно спасались и и заняли очень удачно получилось а потом расширяли хорошо а как книга называется библиотеке ватикана где все это написано что это документы все они откуда они остались документы а это же все писалось дальше потом запретил запретила христианство то есть до берестиной грамот была нормальная бумага конечно и бумага была и и счет был я же тебе говорю что сик как это выражение сигнуть сигнуть от сиганул человек это в секунде сигов 300 миллионов 244 тысячи сигов в секунде а сиг это равен 30 колебаниям и это значит волны волны ядра цезия ну все уже было известно уже все все планеты были засильны много планет потом погибло одна все-таки на луне лежит корабль этот который сколько там пять километров длины и 500 метров высоты до который американцы летали засняли его там некоторые вершин и может быть там так далее такие корабли летали как раз воевали так если мы создали международную космическую станцию почему другие планеты не могли создать такие же станции я правильно понимаю когда он не только вы станции это же не просто детали они как мы сейчас разжигаем первая скорость космическая вторая третья там первая ступень у них кротовые норы у них теги портация раз такие время счета меньше силов еще от еще одна величина я забыл название 14000 все ее то есть это была жизнь настоящая все это ватикане есть библиотеки а ватикан через собрал вот кто собирал это все слушай ну наверное такие как петр первый наверно собрал те документы часть вот то что надо ватикан отдать отправили ватикана это сожгли остальное библиотека ивана грозного где вот в библиотеке не нашли и вот и библиотеки ивана грозного почему и ищет все время вот там много есть как об этом потому что до из тех них которые по всему миру собирал и в персии я только не собирала в македонии и привозил россию я правильно поняла так сделать библиотека ивана грозного ну тогда же видишь вот допустим тоже а веста которую диктовал заратустра и и написали на воловьих шкурах золотыми буквами и положили в александрийскую библиотеку а потом пришел этот басурман александр македонский пьяница и разратник возил с собой мальчиков целую дивизию да все все пьяны всех убивали все уничтожали александрийской библиотеки лежит приказал сжечь эти пьяные вархаровцы стали сжигать она пока время надо много им же пить надо и взяли бросили в море и и вот а потом уже после них нашли море вытащили сейчас восстанавливать но много для того чтобы восстановить всю эту историю нужно обратиться в оон и чтобы он приказал ватикану ребята хватит давайте показывайте же я понимаю что это сегодня невозможно потому что если народ узнает всю правду тогда нам не нужны попы церкви эти тогда и потому что церкви своим звоном своими своим служением в нас вливает отрицательную энергию низкочастотной энергии которые убивают нас волю в людях а нужна высокочастотная энергия вот понимаешь мы сегодня говорим о том что кто-то там что народ погиб русский народа нет а у человека идет атрофия воли от перенапряжение тоже а мы всегда перенапрягались это революции это гражданские войны это коллективизация это строительство заводов это перестройки все время человека все время он напичкивается низкочастотными этими колебаниями а тут еще эти звон церквей это еще служение все выгодно ложись 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 ты раб божий ты никто вот нужно отходить от этого дела нужно восстанавливать высокочастотные энергии люди и какую формулу вы выявили жизни человечества я буду такую формулу что если стране тот у кого-то избыточная власть на этой стране будет избыточная смертность это было и при так примерно и экклезиаст говори да это было и время это было избыточная власть в одних руках всегда приводит к избыточной смертности почему а потому что избыточная власть забирает всю энергию власть энергия и избыточная власть не дает развитию энергии положительные вот это высокочастотные а какие идет у вас туда запустили вот подвалы что там не как вы там оказались и почему а я об этом говорил уже потому что мои зрители не очень верят что человек если он в рамке первого вице-премьера перед ним открываются все секреты мира спрятанные а зрители не верят потому что первых вице-премьеров полно да тогда то а председателя комиссии государственной просекречивания секретов один был я да поэтому они мне они ко мне обратились что вот у вас лежат а что у вас лежало что их заинтересовало кардинал кардинал каждую вот как допустим лежит лежат документы в кгб на людей которые доносили на других да вот и а эти же люди хотят чтобы добыть этих уничтожить чтобы никто не знал ну конечно так и кардинал там лежит столько какой кардинал у гитлера кто-то брала это вытекание же не у нас в наших архивах что-нибудь и есть а связи какого римского не это же а эти архивы когда повесили вниз головой дуча до коммунистов тогда шорох там навели в риме они залезли и ватикан в том числе они тогда же все были они легли так вот перед коммунистами перед победителями и они выгребли все эти документы сложили в мешки кожаные такие так они и нам отправили на сохранение а потом она лежала а вы когда рассекречили архивы цк кпс с кгб ссср и вообще архивы вы видели документы с надписью библиотека ватикана в нашем этом и я этим не занимался это потом когда они приехали сказали тогда я я понимаю что точно как испанское золото коммунисты испании переслали в сср точно также могли оказаться и документы которые компартия италии после того как фашизм итальянский повис вниз головой у меня на столе уникальная вещь вот это вот фотография это вот муссолини в центре муссолини вот он сидит а вот тут скульптурка стоит вот она это муссолини с поднятой рукой эта скульптурка стояла у него на столе муссолини от фотографии муссолини со скульптуркой а вот сама скульптурка но это мнение муссолини подарил как вы догадываетесь мои большие друзья в италии после одного замечательного фильма сделали мне вот такой подарок вот она эта скульптурка которая подлинник стояла на столе муссолини это как в доказательстве не фотографию дали вот муссолини это не потому что я люблю муссолини за что его любить просто я вот такие вещи очень ценю мне это все интересно вот они сегодня у нас эти документ они сегодня она и мы их не отдаем они на а почему должны когда я другой вопрос по этим путин сделал все чтобы швы твой и петровский тайна ночью вывели из подчинения эрмитажа коллекцию балтия на бременском и мы отдали швидкого руки короткие для таких документов понимаешь там какие-то картины еще можно дать а дело в том что уже какие там рембрандт такие документы которые опрокидывают все да посмотри вот мы берем библию нашу вот мы берем 10 заповедей которые бог искусств каких-то кустов продиктовал моисею да знаешь это дело так эти заповеди взяты из овесту в овесте 29 заповедей вот который продиктовал заратустра а двадцать девять а эти взяли 10 дней из них вставили в библию и все время и библия создавалась на основе тех каких-то книг и все сюда создавалась на основе тех так не вот это христианство она создана уже на базе она все в себя впитывала скажем иудейство христианство мусульманская церковь это что же то что починить человека нужно было внедрить в его сознание религию что жизнь на земле началась не сириуса не из каких-то там инопланетян беспилотных пилотников или пилотируемых так сказать беспилотников и как это назвать женщину вот и зеребрать мужчины поэтому нужно почитать церковь ватикан в частности это искали бабу как на месте бога на женщина скажу да вот на том соборе вселенском который четыреста тридцать первом году был где мать этого иисуса христа признание богоматерью да да там второе просто я считать ли женщину человеком если не признание их перевесом один голос признали вот если бы сейчас тогда не признаете могу сейчас не считать женщин человеком вот как все же было да все и а почему ватикан без любая религия это политика это политика сейчас понятно да спустя он сколько веков ватикан стал уничтожать всю науку всю культуру сжигал всех тех кто говорю земля вертится там и так далее и должны были сейчас уничтожаются люди вот библиотека ватикана таких книг как подлинная история христа совсем совсем неизвестных человечеству сколько и о чем они эти тысячи там не только книги там же документы документы все там летописи какая самая большая тайна ватикана всех этих летописи самая большая для вас что вы вынесли из этого я пришел к выводу что если открыть эту библиотеку миру то тогда нужно запретить христианство нужно запретить иудейство нужно запретить мусульманство и религии и вернуться системе а католическую церковь и можно с нами она в час уже тоже понимает вот христианство как сегодня мусульманцы какое-то слово забыл правоверное правоверный то и все кто не был христианином всех надо было резать уничтожать в этом в россии по вырезали три миллиона человек это по документам ватикана вот и восстание было тогда от отложили тогда христианство стала вползать взяло на себя что это мы православие давайте возьмем даже вот пасха пасха два яйца бьют помнишь вот это был праздник пасхать такой это когда фата луна которая была вторая луна фатализм оттуда слову фатальный исход она упала на землю половина упала там рассыпалась в тихий океан а вторая половина ударилась о землю по там где перемычка была между южной америкой и антарктиды такой перемычка была она там ударил сбоку так вот повернула землю на 36 градусов а там посмотри карту мира как раз вот там вот так вот и южная америка загнулась и это загнулась и она стащила много земли и образовала острова там это фата не улетела туда это вот в честь того что земля выдержала был праздник пасхать стучали яйцами и церковь взяла это церковь взяла многое-многое от того чтобы при народ привык к этому да мы вам в едиизм вас не опрокидываем будем вместе работать там тогда и тогда и но нам нужно чтобы вы стали рабами потому что до этого никогда не было загробного мира был надо было здесь рай строит они там где-то как а церковь она до чего мы во власти мы эксплуатируем народ мы уничтожаем и кто против нас и всем говорим что дают терпите бог терпел и вам видел вот пусть от здесь будет а там зато когда вы спуститесь после смерти рай будет понимать и мы с собой опять возвращаемся к ватикану я уже что если все это вскрыть сейчас решит вот надо решать вскрывать нам перевернуть все вот я хочу я почему же библиотеку ватикан тогда не сожгли если есть мина на сан петро в риме подвалы ватикана почему же эти подвалы до сих пор полны они пусты а потому что ватикане есть банки и в этих банках лежат деньги очень крупных людей которые решают сжигать и не сжигать я тебе даже могу намекнуть что есть люди которые живут в россии и у них деньги там банках ватикана лежат потому что их уже оттуда не возьмешь не вытащишь а как у ватикана оказалось такое количество сокровищ я почему очень серьезно ко всему отношусь что вы говорите потому что точно так же как в подвалах наверняка есть документы книги и все то о чем вы говорите для всеобщего обозрения выставлены в музеях ватикана величайшие сокровища со всего мира которые видимо точно даже как книги не случайно свозились именно в рим на сан петро в ватикан музеи ватикана как собирались сокровища вот это способствовал всему римский император константин восточный император который в константинополе жил он бродяга тоже начал с того что искал и ведьм всяких и тогда и он же проводил первый никейский вселенский собор триста двадцать пятом году он помог создать этот ватикан и потом императоры из я короли они собирались в уже брожение у народа начиналось народ расширялся народ расползался народ надо как-то его какую-то уздечку придумать одну одну не придумаешь и здесь к давай одну вот есть иудаизм есть христианство есть мусульманство да и они все похожи потому что тот же иисус христос есть и в коране ты знаешь да так же как и у нас тоже есть магомет все одно и то же если коран переписан был с библией стой которая тогда была там же в коране час остались эти убери отруби голову и там бы библии было но уже потом грехи когда переписывали это библии они смягчали там то да то целый процесс кроме вас кто-нибудь говорил о библиотеке ватикана и вот примерно то же самое что вы в своих книгах или статьях научных или полу научных или просто статьях рассказывал человечеству или вы первые единственные я думаю что об этом но узнал много очень ломоносов бачка он-то откуда а он-то откуда но же там лазил по европе вот и может быть ему даже эти ребята кое-что рассказывали потому что он стал решить на бороться против этой поповщины против того что а нам делает другую историю вот его же потом в смертной казни приговорил ломоносова приговорили ждал смертной казино там был конкретный вопрос ломоносов был против нормандской теории происхождения россии русского государства он тоже был до рюрик синиу струбер он спорил с немецкими байером те кто работал в россии как бы ученые которые создавали нормандскую теорию но и спорил естественно с пьесой екатерины второй из жизни рурик она назывался не